Альберт Павлович, добрый вечер. Добро пожаловать в нашу студию. 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 Почему? Потому что резких движений в таком деле, как управление государства, нельзя делать. Тем более, в мире, как бывает, пришел Трамп, говорит, так, вот это было все неправильно, сейчас я сделаю по-другому. И это может привести к дисбалансу. И как внутри страны, так мы только что для такого державы, конечно, как Америка. Поэтому это весь мир уже каждый день в таком напряжении. Поэтому, конечно, здесь для нас экономика все равно остается на первом плане. Почему? Потому что если мы говорим, первый посыл, который в своей речи в момент инаугурации, как сам же Марк Мельджи говорил, да, это повышение доходов населения, здесь сразу надо оговорить, чтобы люди понимали. Это повышение доходов с одной стороны. Это прежде всего, или вернее, прежде всего, это рост, экономический рост. Альтернативы нету. Не бывает доходов, если нет экономического поступательного роста. Это связано с прежним курсом на диверсикацию экономики, на углубление переработки минеральных ресурсов, на развитие транспортно-логистической системы, когда Казахстан вот столько уже вложил транспортную инфраструктуру, значит, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы через нас больше там проезжало. То есть там есть целая программа, она должна просто эволюционно дальше развиваться, и все. И люди должны это чувствовать на себе, да. Ну, конечно, для каждого нужно жилье. Программа жилищная настроена. Вот смотрите, я маленький пример приведу. На сегодняшний день в Жилстрой Сбербанке миллион 300 тысяч вкладчиков. При среднем количестве членов семьи 4, это уже получается почти 5 миллионов. Это почти треть жителей страны, имеется в виду миллион там 300 семей, да, это 5 миллионов жителей, имеют ясную перспективу получения жилья именно по льготному кредиту. Плюс там 7, 20, 25, сейчас опять новые инициативы в рамках вот предвыборных всех вот, вернее, вот уже сейчас реализация программ начнется. Правительство это все скажет, бюджетом все подкреплено. То есть это реальное, это опять с экономическим ростом связано. Это развитие строиндустрии, это опять рабочие места на стройках и так далее. Вот конкретные вещи. Вот внимательный зритель заметит, что программа Касамжмар Татукаева очень напоминает программу Нурсултана Назарбаева, как продолжает ее, да? Скажите, вот в чем, вы сказали, эволюция, в чем она именно проявима? Ну, понимаете, как вообще механизмы, что экономику брать, что политику, это вот постоянно надо, что называется, подстраивать. Ну, вот, допустим, опять, ну, моя тема, конечно, это индустрия, это промышленность, да? И в этом году заканчивается вторая пятилетка индустриализации. Сейчас как раз разрабатывается программа следующей пятилетки. Естественно, сейчас опять правительство, да, там, по поручению президента, опять сейчас будет смотреть, мы тоже в этом процессе, как депутаты, участвуем, да, в том, чтобы именно поддержать те отрасли, которые дадут больший эффект для роста, прежде всего, экспорта, экспорта готовой продукции, для образования рабочих мест в экономике простых вещей. Эти же темы никто с повестки не снимает, они так же будут. Просто надо смотреть, где это даст больше эффект. С одной стороны, должна экономика расти в части, там, увеличения доходов экономики. Второе, чтобы образовать рабочие места, чтобы больше людей получили зарплату. Это все четко просчитано, это видно. Вот один из посылов политики Касамжимар Токаева объявлен принцип «сильный регион, сильный Казахстан». Вот вы, как депутат, много ездите по регионам страны, да, скажите, вот что ждет провинциальный житель? Каких вот решений, каких проблем и вот как скоро они будут решены? Ну, во-первых, я как депутат, я сам родом с регионов и с малого города, да, и я как бы на постоянной связи, там регулярно бываю, да, и вот сейчас в июле мы опять едем, да. Ну, прежде всего, конечно, что интересно, да, особенно когда в село приезжаешь, конечно, еще и президент об этом тоже четко сказал, и в рамках предвыборных всех встреч, и сейчас тоже опять, конечно, это самое такое, надо уже давно решать, это вопрос воды. Это, ну, это здоровье людей, это благостанавливает, ну, обстановка, да. Но что интересно, вторым вопросом всегда выходит интернет. То есть, да, люди там, и не только молодежь, потому что это доступ к государственным услугам, это информированность и так далее, и так далее, поэтому это тоже все заложено, это ближайшие там 2-3 года должны почувствовать. Дороги, они сами по себе очень важны, потому что опять доступ из там регионов в крупные города, там и доставка продукции самое главное, будь то продукции сельского хозяйства, там или малого, малого, среднего бизнеса. Поэтому, конечно, те стандарты, которые Ельбасы определил, что надо определить там для каждого уровня регионов, там, сельского, малого, города, областные центры, стандарты, они должны, они, эта тема остается, и она так и будет, что называется, развиваться. То есть, тема предоставления равного доступа к стандартам в образовании, в здравоохранении, значит, понятно, что кардиохирургии в районном центре никогда не будет, и ни в какой стране мира этого нет. Но чтобы четко был доступ, если у человека показания есть, чтобы он, и мы же это видим, как кардиохирургия развивается в Нур-Султане, и туда приезжаешь же со всей страны, и даже уже из-за границы ездят. Поэтому самое главное для регионов, это инфраструктура инженерная и социальная, и равный доступ всех людей, вне зависимости от региона, к определенному стандарту вот этих услуг государственных. — 2019 год, Ельбаса назвал «Года молодежи». Вот скажите, как Асамжмар Тукаев продолжит молодежную политику, опираясь как раз на речь его предвыборной программы? Какое внимание молодежи? — Ну, опять, это мировой тренд, да, но были у нас определенные провалы. Я помню, как мы потеряли, особенно были 90-е годы, когда в экономике было тяжело, как мы потеряли развитую достаточную на тот момент систему профтехобразования, среднего уровня, то, что называется сейчас колледжами, ну и там по высшему образованию тоже было очень много вопросов, да. Очень много что восстановилось, поэтому в мире система очень простая. Для определенного уровня это получаешь там рабочую профессию, ты можешь дальше учиться в будущем. Не самая большая часть, но тех, кто может сдать соответствующий уровень экзаменов, да, поступают в высшие учебные заведения. Поэтому каждый все равно человек, об этом Эльбасы говорил, очень много, и это будет продолжено, тем более сейчас, когда под руководством нацпалаты колледжа будет передаваться базовым предприятиям до дуального обучения, каждый человек должен получить базовую профессию, как минимум, чтобы тогда у него была профессия, чтобы он был конкурентоспособен, востребован на рынке труда. Высшее образование, естественно, оно нужно, оно должно отвечать, опять же, передовым требованиям, каким. Меняется очень сильно промышленность, новые технологии, индустриализация. Конечно, просто не меняется природа инженерных специальностей, другие инженеры. Вот это все есть. Ну и программу там для молодежи, 75 тысяч мест в этих общежитиях, да, в самых разных городах, эта же программа, она реализуется, она не останавливается. Поэтому первое – это профессия, второе – возможность учиться в высших учебных заведениях, когда, ну там, помните, насколько мы количество грантов увеличили и так далее. Вот основное. Альберт Павлович, в общем, во время своей предвыборной кампании обещал Касанжмар Тукаев открыть национальный совет общественного доверия при главе государства. Фактически сейчас это обещание реализовано, да? Как вы думаете, с какой целью создан этот совет и сможет ли он, как бы, улучшить взаимодействие народа, власти, повысить? Ну, вы знаете, запрос на справедливость есть. Это второй вот посыл предвыборной программы. Это реально есть, потому что, ну я вам прямо хочу сказать, да, допустим, мы ввели прием людей, именно как представители, как доверенные лица кандидатов президента, мы ввели прием людей. Действительно, есть очень много обращений, допустим, связанных с несогласием с решением суда. Мы каждый раз, конечно, у нас суть независимая, но чисто по-человечески, когда смотришь, ну я так примерно скажу, там, где можно было дать меньший срок, дается максимальный, где можно было, наоборот, наказать, может дается минимальный. Ну, это я не юрист, тем более не работник правоохранительной, не сотрудник правоохранительной сферы, но люди реально, ну, приходят вот с такими жалобами, говорят, ну, понимаете, есть суд в следующей инстанции, надо туда это, давайте вот мы адвокатам там поможем, так далее, да. Ну, это вот такое, знаете, именно понятие такой справедливости в судебной системе, но в предвыборной программе, платформе, да, кандидат, как раз было сказано, что справились с более широкого понимания. Это вот и возможность и для обучения, и возможность для лечения, и там, наверное, есть и вопросы, элементы, потому что в 10 вот этих, так, задачах поставлена, борьба с коррупцией тоже очень стоит, она где-то здесь все переплетается. Поэтому, конечно, для того, чтобы опираться на такую широкую поддержку людей, и в то же время, чтобы был более такой непосредственный диалог, видимо, еще в программе предвыборной как раз эта идея была обозначена. И сейчас, вот у нас вчера был Совет Ассамблеи народа Казахстана, мы тоже между собой это обсуждали, что надо кого-то делегировать, не для того, чтобы Ассамблею дублировать, но, допустим, у Ассамблеи есть такой сильный институт, там много в Ассамблее народа Казахстана есть, значит, института, в том числе институт медиации. То есть все-таки стараться, чтобы не доводить до суда, а стараться какие-то конфликты или какие-то даже споры между людьми, все-таки стараться разрешать именно методом нахождения консенсуса между этими людьми, потому что здесь я председателя нашего Верховного Суда поддерживаю, что даже в традиции казахского народа, бие они часто не судили, а они находили консенсус, чтобы обе стороны были удовлетворены, потому что если ты просто судишь, обязательно почему-то должен кто-то уйти с суда. Ну вот я к чему это говорю, что, допустим, как раз Ассамблея могла бы предложить в Национальный Совет, чтобы развивать такие вот институты медиации, институты, когда стороны договариваются и так далее. Поэтому, конечно, эта площадка, она, видимо, тоже востребована. Ассамжамар Кемельевич, это его позиция для того, чтобы развивать такой диалог. Я думаю, это будет эффективной площадкой. К сожалению, время эфира ограничено, у нас осталось буквально для одного вопроса. Скажите, пожалуйста, вот прошли выборы, которые приковали интерес и самих казахстанцев, и мирового сообщества, это были действительно новые для нас выборы, для казахстанцев. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот этот посыл, скажем так, таких перемен, отразятся ли они в дальнейшем на... Говорят, что транзит власти только начался. Ну то есть впереди у нас выборы в Мажелис, в парламент, извиняюсь, в Сенат. Вот будет ли как-то, будет ли вот рост такой же, ну, рост, скажем так, борьбы вот между партиями, пройдут ли новые партии в Мажелис, как вы считаете, вот именно уровень конкуренции? Нет, я не хотел бы это говорить в свете прошедших выборов президента, я хотел бы просто пользуясь, пользуясь, ну, такой возможностью сказать, что, первое, да, повышенных ожиданий не должно быть, потому что Ельбасы всегда четко давал обещания, четко выполнял, да, у Кашемжи Марки Мельча так же, но просто надо понимать, что ничего само не дается. Все равно это должен быть созидательный труд в условиях, самое главное нашей ценности, это социально-межнациональное согласие, да, это стабильность в обществе, потому что там, в страну, где, значит, нестабильная обстановка, ни отечественной, ни иностранный инвестор не идет, для того, чтобы развивалась экономика, нужна стабильность, эволюционное развитие. Поэтому, наверное, все-таки вот это главное, да, чтобы незавышенные обещания и незавышенные ожидания, что мы должны просто все работать, работать над созиданием, на экономический рост, над рост, каждый должен над собой работать и так далее, понимаете? Ольга Павлович, большое спасибо за интересное интервью. На этом мы завершаем программу. Я напомню, у нас в гостях был депутат Можилиса парламента Альберт Рау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова